Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Чувствую себя бесполезным существом. Не дома от меня нет пользы, не на работе. С работы прихожу поздно, потому что дела делать не успеваю. На работе стараюсь, но результата нет. Все время какие-то ошибки глупые, возникают проблемы. Коллектив серьезно меня не воспринимает. Место помощи шутки и размешки. Обидно очень. Семье не нужна, а сегодня сын, три с половиной года, сказал, мама, я хочу, чтобы тебя не было, хочу с папой остаться, он меня любит, а ты нет. И я тебя не люблю. Я его очень люблю и всегда говорю мы об этом, как могу, выражая любовь и заботу, но, видимо, недостаточно. Мама, я тоже плохая, вот и как мне жить дальше. С 30 лет я никто в пустое место. Первый вопрос, который у меня возникает. С кем у вас остается ребенок, раз вы поздно приходите домой и ребенку три с половиной года? Как мне кажется, вы себя не очень хорошо цените, если честно, как будто бы вообще себя не цените, вот. На мой взгляд, это весьма... серьезно. То есть, вы не цените свои ресурсы, в первую очередь. То есть, ну, свои усилия вы не цените, вот. Не цените то, что, вот, вкладываете, то, что делаете, вот, и отдельным пунктом, конечно, идет то, нравится ли вам. Вообще, в целом, работать. То есть, вот, то, что вы делаете, да, нравится ли вам это? Вот, потому что, на мой взгляд, если вы к себе не прислушиваетесь, вот, то это вот серьезная такая получается проблема, на мой взгляд. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Поэтому вам нужно двигаться как-то вот в этом направлении, как мне кажется. Вам необходимо работать с самооценкой. Вот, основа сейчас довольно низкая. Я бы сказал, что у вас есть признаки, признаки депрессивного состояния. То есть, вот, как будто бы вы, вот, ну, чувствуете, как будто бы вы подавляете все достаточно сильно в себе. Вот. Понятное дело, что я могу ошибаться, ошибаться, вот, ну, как бы, в данном случае. Но, на мой взгляд, это нужно, конечно же смотреть, следовать, вот, корректировать и так даже. Если у вас есть депрессия, если у вас есть, вот, ну, какие-то подозрения на депрессию, то лучше обратиться к врачу. Вот. К врачу-психиатру, вот, либо клиническому, значит, психологу, вот. Вот, эм, такая вот история, как мне сказали. То, что я могу вам сказать. Я бы еще так же сказал бы, что, на мой взгляд, вы не имеете, как будто бы, в смысле жизни, то есть, ну, вот, куда вы двигаетесь, да, сами, вот, по жизни, куда вы идете. Вот это, эм, очень важный момент, то есть, вы, как будто бы, э, в данном случае, потеряны. Вот, и потеряны вы довольно сильно. Это не является проблемой такой, достаточно сильной проблемой не является, но, эм, корректировать это нужно. Чувствуется, что у вас достаточно много боли, э, обиды, разочарования. Эм, на мой взгляд, эм, это также нужно вам помочь прожить. Вот, потому что вас это отправляет и не позволяет вам двигаться, как-то вот, эм, по жизни дальше. И, на мой взгляд, эм, ну, стопорит вас, а вот, эм, стопорит вас достаточно сильно, к сожалению. Вот примерно, примерно, эм, такой ответ я бы мог вам дать сейчас. Эм, с точки зрения, эм, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего опыта. Я вам сочувствую, я думаю, что вам нужна сейчас поддержка. Вот, в основном, в плане того, чтобы можно было бы разнестить ваши чувства, которые вы, судя по всему, подавляете. Ну, что касается, что касается ребенка, то, эм, его слова прям-таки уж, эм, всерьез воспринимать не стоит. Эм, ребенок, скорее всего, отражает, эм, то, эм, что вы сами о себе думаете. То есть, ребенок, скорее всего, просто отзеркаливает вам ваши собственные чувства, которые у вас есть. Вот, и, соответственно, транслирует вам же то, как вы к себе относите. Если это скорректировать, то я думаю, что относиться к вам он будет по-другому. Вот так я мог бы ответить. На этом все. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работать. Я вам хочу пожелать удачи, всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Не затягивайте с обращением. Спасибо, babe. Продолжение следует...